приветствую вас здравствуйте и давайте посмотрим на эту ситуацию под таким углом ну не начало понять вы переживаете в большей степени что растеряли своих друзей вы об этом говорите целых два раза с вами бессмерт или о том что не можете найти работу то есть что первичное что больше вам нужно работа или друзья то есть иначе говоря реализация в социальной сфере или реализация в деловой что больше всего вас на данный момент не рисует если работу вы воспринимаете как средство достижения определенной определенной социальной планки и не рассматриваете работу как сама цель вам будет сложно найти потому что работодатель тот который проводит собеседование как правило понимает а чего хочет сотрудник если сотрудник хочет работать он соответственно а проявляет определенное рвение если сотрудник не проявляет должного рвения высказывает определенную неуверенность в себе то скорее всего также будет свести себя и на работе а работодателю это не нужно и потому вам не перезванивать вы пишете что значит не очень общительно с чем связано это не общительно почему вы считаете себя не уверенными в себе почему вы ощущаете это не уверенность если это следствие комплексов то комплексы нужно убирать если это следствие вот еще то нужно выяснять разбирать и помогать устранить вам то что мешает значит смотрите какая получается вещь вы не можете правильно выбрать модель поведения с работодателем потому что вас заваливают вопросами и на эти вопросы вы вероятно не можете ответить или отвечаете но недостаточно уверенно в себе в этом случае чтобы решить именно конкретно эту проблему можно сделать следующее первое собрать типовые вопросы ну вы же помните какие вопросы вам давали написать их на листке бумаг так перед зеркалом и начать проговаривать ответы на эти вопросы за редким исключением следующее спрашивают работодатели тем более в одной сфере является типовым то есть два-три вопроса могут отличаться но в целом этот типовой тест соответственно вы отвечаете на эти вопросы перед зеркалом несколько раз прорабатывайте свой голос свою осанку свое выражение лица и постепенно учитесь отвечать на вопросы уверенно четко ясно и без лишней воды что вам даст это упражнение она поможет вам для начала заучить эти ответы на рефлекторном уровне запомнить то как вы отвечаете то как вы говорите но как вы себя ведете в этот момент и когда вы начнете говорить это же самое или примерно работодателю ваше тело вспомнит то как вы говорили это раньше и начнет следовать привычной модели победить это поможет вам обрести больше уверенность именно при общении с работодателем это поможет вам более успешно проходить собеседование дальше а дальше я бы хотел вам сказать следующее вы сами определили для себя какую работу и почему вы хотите получите получите какой у вас мотив для того чтобы начинать начать работать вы не как я понял хотели бы работать в отделе то все вот это не устраивает в колл-центре вы тоже работать не хотите убежали в первый же день это свидетельствует о том что вы можете позволить себе не работать то есть у вас есть возможность не обеспечивать себя соответственно одна из важнейших мотивации работы получения денежного вознаграждения и обеспечения у вас отсутствует нужно поработать с мотивационным полем и найти новые мотивы новые стимулы для того чтобы искать работу не отказываться от какой-то работы везде получать опыт и тем самым тренироваться коммуникационные навыки навыки общения с людьми человек который хочет работать он не отказываться от работы такой он берется за любую работу которая может сделать которая может осуществить просто потому что понимаешь что все приходит с опытом в колл-центрах люди работают в офисах ТЦ люди тоже работают и здесь решающая роль играет необходимость у вас определенно такой необходимости пока еще нет и нужно понять для чего вы хотите работать что вам нужно какую цель вы преследуете стремясь устроиться на работу показаться лучше своим друзьям чтобы быть равны им равны им вас это не сделают факт работы не даст вам билет в их компанию для этого нужно быть уверенным в себе уверенным в себе имеет отношение к работе ну весьма весьма посредственно потому что работа если заниматься ею для повышения уверенности в себе представляет собой логичное продолжение ваших желаний ваших интересов а и потому она должна в первую очередь соответствовать тому чего чего вы хотите то есть интересные вам сферы в которой вы бы разбирали если этого не происходит и сфера вам не интересна по какой-то причине или вы считаете что она единственное возможное для вам тогда необходимо развиваться творчески и именно в творческой сфере добиваться чего-то тем самым повышая свою уверенность в себе и только так участь себя любить участь верить в свои силы участь считать себя достойной вы и сможет восстановить уровень своей самооценки на достаточном уровне а по поводу друзей я хотел бы задать вам такой вопрос если они от вас отвернулись уверены ли вы что они действительно ваши друзья ведь настоящие друзья принимают друг друга безусловно любыми такими как и они и а если ваши друзья от вас отвернулись значит не такие уж они и друзья ваше желание вернуть их понятно вы не можете быть в них вы дрожите и вы не понимаете почему они отвернулись вы считаете что в этом виноваты вы но на самом деле это не так на самом деле это не так дружба не подразумевает не предполагает наличие 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 у человека как условий для осуществления этой дружбы дружба это она настоящая она безусловная если она условно то это не дружба это партнёрские отношения именно такие скорее всего и были у вас с вашими друзьями если друзья отвернулись значит хорошо они не нужны вам это не нужны вам люди необходимо найти других людей с которыми вы общались бы именно находясь в том положении в котором вы сидите которые бы поддержали вас помогли бы вам заставили бы вас поверить в себя а это означает что новых людей нужно искать уже в тех местах в тех сферах где вы занимаетесь той или иной деятельностью учебной хобби работой именно так вам и нужно двигаться именно в таких направлениях вам и стоит идти чтобы решить свою проблему на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим буду благодарен пока желаю вам удачи и всего доброго и и и и и и и и и